Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Изоляция в изгнании. Хотелось бы так назвать нашу передачу, но придется объяснять, что это значит. Речь идет о платформе культурных инициатив. Изоляция, которая существовала в Донецке, и существовала бы, если бы боевики ДНР не вошли на эту арт-территорию, и не разрушили ее, превратив один из важнейших европейских культурных центров, по крайней мере на территории Восточной Европы точно. Изоляция в Донецке была украинским Гогенхаймом, как ее называли. Пока не превратили ее в лагерь боевиков, в тюрьму для пленных и заложников, которые ДНР-цами удерживаются. Как изоляция, как культурный проект, как действительно мощная платформа культурных инициатив перебралась в Киев, чем она сейчас занимается, мы вот это будем обсуждать с Александром Виноградовым, менеджером по коммуникациям арт-центра «Изоляция». Здрасте. И Михаилом Глубоким, директором по развитию, так называемый «Айзон», это еще один модный проект, связанный с компьютерами и инновациями, проект о котором вы, Михаил, расскажете. И по скайпу с нами на связи Катерина Филюк, арт-критика и куратор художественных программ «Центра «Изоляция», которая работает с платформой с 2016 года, значит, ну, «Изоляция» уже сделала много чего интересного за 4 года, которые она существует в Киеве. Вот интересно, что там 4 года в Донецке, 4 года в Киеве уже можно сказать почти равноправная история. Я предлагаю нам для начала посмотреть, ну, некий такой полуториминутный видеообзор всей красоты современного искусства, которое было представлено в «Изоляции» в Донецке. «Изоляция» 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 Уже по этой картинке видно, что это, во-первых, бывшая промышленная зона. Это такая индустриальная зона, куда заходят художники, кураторы, люди, которые всем этим занимаются, и как-то ее преобразуют в арт-пространство, и подобных арт-пространств существует множество в Европе, их и в, так сказать, и в Лондоне достаточно, и в Москве такие есть, и, в общем, это такая понятная практика, когда художники осваивают ту промышленную зону, которая не развивается, которая уже брошена. Вот можно два слова. Почему? «Изоляция» — это же завод так назывался «Изоляция». Миш, наверное, вы расскажете, как человек, который работал в «Изоляции» с 2011 года. То есть в Донецке работал. Практически с самого начала. Ну так что это за пространство? Ну, собственно, завод «Изоляция» — его открыли в Советском Союзе еще очень давно. Это был завод, который производил изоляционные материалы. Это 60-е годы какие-то, да? Да, 64-й год. Минеральная вата. То есть она использовалась для утеплений, труб и подводных лодок. Там очень широкий спектр использования. Это такой ужасный, насколько я помню, материал, который, если коснуться, похожий на стекловат. Это классическая история, довольно интересная, поскольку это регион, где очень много добывали угля и очень много осталось терриконов, так называемых, отбросов шахтных. Было принято решение, что эти отбросы можно использовать для переработки и производства этой минеральной ваты. И поэтому завод фактически был построен вокруг бывшей шахты заброшенной. Посередине находился большой террикон, вот эта вот куча выброшенной пустой породы. И идея была в том, что из нее будет производиться минеральная вата. Ну и как производилась? Ну, к сожалению, насколько я знаю, она производилась уже из других материалов, потому что выяснилось, что эти материалы не очень подходят. Но, тем не менее, он был очень успешный. Его там использовали и военной промышленности, и там здания строили. И, в общем, он был востребован по всей территории бывшего Советского Союза. И лишь в 2000-х годах завод пришлось закрыть, поскольку там были проблемы с железной дороги. Не было возможности вывозить сырье уже после производства. И он закрылся и стал использоваться просто как пространство под аренду. Смотрите, вот заходят художники. Насколько я знаю, идеологом этого движения является одна искусствовед и куратор, которая живет в Европе. Я правильно помню эту историю, да? Завод сохраняет, то есть вот это арт-пространство сохраняет название «изоляция». А вообще звучит это слово немножко пугающе. Нет? Не было такого. Понимаете, изоляция и в то же время это одно из... Ну, я не знаю, правда, я не шучу, когда я говорю, что это лучшее пространство, одно из лучших пространств на территории Восточной Европы по приглашенным звездам, по огромным проектам, которые там делались, по объему вообще представительства. Это вообще-то абсолютно противоречит, вот само наличие изоляции абсолютно противоречит идее Донбасса как депрессивного промышленного региона. Это вообще высокоинтеллектуальный, ну, проект высокого модернизма. Про изоляцию не пугало это слово? Или все понимали, что изоляция это просто такое, ну, как если мы скажем там, что-нибудь типа винозавод там в Москве или что-нибудь еще такое промышленное название? На самом деле это была очень важная история с названием, поскольку основательница фонда изоляции, Любовь Михайлова, она была дочерью бывшего директора. А, вот как оказывается, я вот этого не знала. Это была такая очень глубокая личная связь еще и для нее, и потом для нас, поскольку мы тоже имели уже связь с этой историей, непосредственно прикасались с ней каждый раз. И ее знали в городе, там, на изоляции, да, остановка, изоляция, завод изоляционных материалов. Это все такая очень глубокая история. То есть для региона это слово вполне узнаваемое, люди понимали, какие коннотации, да, все. Да, да, но и в каком-то смысле оно, конечно, стало пророческим, потому что многие вещи, которые мы делали, они, например, происходили только у нас. То есть у нас не было возможности взаимодействовать с городскими властями, да, они не очень хорошо шли на контакт. Или, например, с внутриукраинским контекстом, мы больше были известны, там, в Европе, в Штатах, там приезжали журналисты, там, из Италии, украинские журналисты не так хотели к нам приезжать. И вот эта вот изоляция также сохранялась и в ежедневной работе. Саша, а вот сейчас изоляция, оправдывается название или все-таки по-другому это все играет? В общем, это тоже, вы сейчас находитесь на территории тоже промышленной. Что это за пространство сейчас? Сейчас уже не изоляция, но скорее изон, то, что мы говорим, креативное сообщество изон. Это наш новый культурный центр, который изоляция фактически начала в Киеве. Он находится на территории Киевского судостроительного судоремонтного завода. Тоже очень увлекательный, я бы сказала. Я была в этом пространстве, очень увлекательный. Да, это 120-летний завод, один из, насколько я знаю, самых старых в Киеве, сохранившихся настоящих царских заводов. Там действительно остаются еще здания тех времен дореволюционные. Но то здание, где мы находимся, если я все правильно помню, это годов 70-х, 80-х здание, которое вот к тому моменту, когда команда переехала в Киев, оно фактически пустовало. Там было несколько небольших бизнесов в этом здании, но они не занимали все этажи. И как бы мы пришли к договоренности с ними о том, что они переехали в другие здания. И фонд стал работать уже в этом здании. Оно все было реконструировано, там заменили практически все коммуникации. И его превратили в такой полноценный, то что называется, культурный хаб. То есть это такое мультифункциональное пространство, где есть и галерея, и зал концертный, и помещение для мероприятий, там есть каворкинг, там есть кафе. То есть это такой вот полноценный организм, в котором есть очень разных функций помещения. У Катерины хочу спросить то же самое, как ей работает со словом «изоляция» как арт-критику? Ну, мне кажется, что это слово вызывает всегда немножко сложности в произношении у западных коллег. Но в остальном я бы не сказала... Мне кажется, что эту изоляцию, о которой говорил Миша, нам в Киеве удалось преодолеть. Наверное, не сразу, но все же. И сейчас у нас более плотные взаимоотношения и партнерства с самыми разными украинскими организациями, не только в Киеве, но и в регионах. Поэтому здесь, наверное, эта изоляция, она сошла на минимум. И по-прежнему есть же все же здесь два значения. Здесь есть это значение какой-то оторванности, изолированности. Но также есть и значение вот этой такой прокладки, что ли, да, и защиты какой-то, которой, ну, можно так метафорически сказать, является культура в обществе. Знаете, я все-таки хочу еще немножко поговорить об этих трагических июньских днях 2014 года, когда за три дня, собственно говоря, не стала, если смотреть хронику, за три дня этот прекрасный цветущий проект превращается в ничто. Боевики ДНР занимают его сначала с идеей того, что, ну, как бы, опять же, я цитирую официальные источники, что это будет гуманитарный склад, а потом уже через три дня выясняется, что это никакой не гуманитарный склад, это такая настоящая боевая база, в которой еще и тюрьма существует. И вас, собственно говоря, Михаил, ну, то есть вас и ваших коллег выставляют на порог, закрывают все, вы не получаете доступа ни к каким, не говорю, что компьютерах, ну, просто ни к чему ценному, что там находится. Все инсталляции просто уничтожаются тупо, там весь металл распиливается и как-то утилизируется, все, все скульптуры разрушаются, все выставки идут под ноль, и вы оказываетесь за порогом своего дома, собственно говоря, который строили своими руками много лет, и пытаетесь даже открыто обращаться к тем людям, которые туда заходили, они игнорируют ваши запросы, что означает, что они считают, что они правильно все делают, и что они прикарманили ваше имущество, в общем-то, и, ну, я излагаю, верно? Ну, на самом деле, в самом начале, когда начались эти события, они нас даже призывали остаться на территории и работать. Говорили, мы вот будем тут занимать какие-то офисы под свои проекты, а вы будете, значит, сидеть у себя и делать что-то свое. Ну, это было в первый день, наверное. Ну, вот, проекты такие, как тюрьма, работа следственных органов, склад угнанных автомобилей, да, вот это имелось в виду, конечно. Конечно, ну, я думаю, что просто в первые дни не было еще выработано вот этой всей концепции того, что там будет происходить. Понятно, что там будет, да. Да, но после этого, конечно, мы в первый день имели доступ к помещению, и наши сотрудники смогли вывести часть коллекции, к счастью, в основном плоские вещи, там, картины, фотографии, конечно, огромные инсталляции, которые невозможно не вывести, они там и остались, и вследствие, как мы знаем, были уничтожены, но какую-то часть коллекции, к счастью, удалось спасти. Это в основном, кстати, соцреализм, коллекция соцреализма, которая была на территории, и вот эти работы, они сказали, что это вот искусство, это вот может существовать. А то современное искусство, которое там было сделано уже в наше время, это вот порнография, да, это должно быть уничтожено. Сохранилось небольшое видео, как взрывают боевики ДНР, взрывают объект, который находится на территории изоляции, это труба помады, так называемая. Давайте мы посмотрим видео, потом вы скажете, что это был за объект, и за что они его, собственно, приняли, и почему они его взорвали, совершенно непонятно. Последние дни красной шляпы, блядь. Ни блядь о себе, блядь. Не туда, блядь. А вы ее разорвали, она, блядь. Что это был за объект? Почему, ну, как я понимаю, это труба, которая превращена в помаду, и у этого названия, у этого объекта было название Make Up Peace, да? Кто расскажет про это? Ну, я, наверное, расскажу, поскольку я имел к этому отношение непосредственно. Мы в 2012 году делали большой проект вместе с галереей Continua, это такая большая культурная институция из Италии, и у них есть несколько галереи по всему миру, и в Китае, и в Пекине есть, и в Париже, и, собственно, в Италии. И они переехали к нам с идеей воплотить несколько проектов у нас на территории, и, собственно, приехала группа художников, которые предложили делать свои проекты, в том числе такие именитые люди, как, например, Даниэль Бюрен был среди них. И вот работа Паскаля Мартина Тайо, она была выполнена в виде помады. Паскаль, он очень сильно вдохновлялся историей женщин Донбасса, которые восстанавливали регион после войны, поскольку мужчин было мало, которые не вернулись, или вернулись позже, или не могли работать, а промышленность восстанавливали женщины в основном. Это очень интересная история, и в этом плане она даже послужила очень иронично, поскольку люди из ДНР, которые уничтожали ее, уничтожали ее как что-то чужое, но по сути они уничтожали дань своей истории. Свою идентичность своих женщин, если угодно, и своих бабок, которые работали в этих шахтах. Конечно. И вот эта труба и помада, они как раз символизируют вот эту историю женскую, женское начало вообще всего региона, и это такая очень была контроверсивная работа. Мы когда ее строили, люди со всего города съезжались, не могли понять, что происходит, почему, зачем. И она была видна со всего города, очень высокая труба на самом деле. И вот уже в 2015 году мы узнали, что она исчезла, нам сказали люди, но у нас не было доказательств. И мы стали очень активно искать информацию, чтобы нам кто-то сфотографировал издалека, чтобы были доказательства. И вот в один день в социальные сети совершенно кто-то анонимно прислали нам фотографию. И вот было видео, и у него было в виде описания две картинки. Там, по-моему, была красная шапка или человек в красной шапке, вот смайлик или бомба. И это, в общем, нам позволило расшифровать, о чем они кричат на видео. О чем они кричат. Я заметила на территории уже нынешней изоляции такую скульптуру оленя, странную, серебряную. И она была где-то в документации, где-то она стояла на довольно высоком месте, в Донецке еще на какой-то горке. Что это за фигурка, что она символизирует? Это реплика аналогичной статуи оленя, которую создал один из работников завода изоляции еще в советское время. Все это как бы было его хобби, он занимался этим в свободное от работы время. И она стояла как раз на вершине этого террикона, рядом с изоляцией, и стала таким вот неформальным символом изоляции, этот олень. И для нас это был символ того, что вот даже вот в эти вот времена, когда там царила индустрия, промышленность, и в принципе там не было такого большого места для культуры, все равно культура была, и как бы вот рабочие, у них была тяга к культуре, они хотели какого-то культурного досуга. И поэтому этот олень, он символизировал как раз связь между вот этим промышленным прошлым и культурой, которая пришла как бы на место этого прошлого в Донецке. Ну, олень остался там, но здесь, в Киеве, мы воссоздали просто такое же, такое же время. А я думала, что это то же самое, я так поняла, что... А это просто реплика, это такая ваша работа уже с вашей собственной историей, да? Да, он установлен на верхушке вот как раз этого террикона, этой горы из пустой породы, которая выкопана из шахты, и в 90-е его постоянно воровали, это тоже такая легендарная история. А он что, с какой-то добавкой цветных металлов, что ли? Нет, ну вот даже, наверное, какой-то черный металл сдавали, и потом уже местные люди, которые принимали металл, они знали, что это вот наш. Они звонили на завод, говорили, вашего оленя опять принесли, приезжайте, забирайте. И он там очень сильно приварен, и там куча цепей вокруг него. И также, когда вот происходил захват изоляции, там были расположены позиции снайперов, мы знаем, вот рядом с этим оленем, что тоже, конечно, очень символично. Но, насколько мы знаем, он все еще на месте, вот до сих пор с ним ничего не случилось. Да и над самой изоляцией сразу появилась позиция снайпера, если, опять же, верить открытым источникам, которые нам про это сообщают. Вы извините, что я про это говорю, я понимаю, что это не самые теплые воспоминания в вашей жизни, не самые приятные, но я хочу, чтобы люди это услышали. Я хочу, чтобы люди знали, что там происходило. Прямо вот из первых рук, уст. Вообще, как вы оттуда уезжали? Как это все происходило? Это все в течение дней, видимо, решалось? Да, ну, у нас фактически вся команда в течение вот этой недели уехала и оказалась в Киеве. На самом деле, мы... Вы быстро поняли, что там невозможно будет с этими людьми? На самом деле, потому что мы долгое время обсуждали, что мы должны продолжать действовать, мы должны продолжать делать события для людей, которые остаются в Донецке, потому что это очень важно, чтобы у них было место, куда они могли прийти, где они будут свободны, где они могут говорить открыто и где они могут отвлечься от того, что происходит в городе. У нас был запланирован большой фестиваль, который должен был случиться вот в мае, в июне, в начале июня, которого, к сожалению, не произошло. У нас в первые числа июня уже захват происходил. Но перед этим, когда мы делали разные события, к нам приходили люди, вот уже центр был захвачен, там горсовет был захвачен, но к нам приходили люди и говорили, что они очень рады, что они могут здесь от этого отвлечься, да, что это вот место, где есть мир, и они могут свободно высказываться. И поэтому для нас было очень важно, что мы продолжаем свои активности, что мы не закрываемся. И фактически мы поехали, часть команды приехала в Киев, чтобы встретиться с основательницей фонда, которую уже не пускали в Донецк. И мы хотели обсудить планы на будущее. И вот в этот момент большинство людей было здесь. Я приехал из Франции, у меня был один рюкзак, мы ездили на конференцию, и мы узнали, что территория захвачена, что часть наших сотрудников находится в черных списках, что на блокпостах лучше не появляться, и все остались здесь абсолютно без вещей. То есть люди брали вещи несколько дней, чтобы действовать. Успевал выехать оттуда, имея в виду из сотрудников центра? Да, но практически все выехали. Практически все наши сотрудники сейчас в Киеве с нами продолжают работать. Давайте теперь уже поговорим о том, чем вы являетесь здесь. Меня очень интересует проект под названием «Общественный договор». Может быть, мы Катерину Филюку попросим рассказать об этом побольше. Это проект, который мы начали в 2016 году. И, собственно, речь в нем шла о тогда очень актуальной теме, которая, может быть, сейчас уже немножко пошла на спад, а именно разрушение памятников Ленину. Это такая тотальная повальная декоммунизация. И как к ней относиться. Но в первую очередь о том, какими должны быть новые памятники, и должны ли быть новые памятники на месте старых. Поскольку мы столкнулись, и это самый яркий пример тому, пустое место на Бессарабке. Мы столкнулись с тем, что есть эти пустые постаменты, пустые площади, которые, как мне кажется, более красноречивы, чем те памятники, которые там стояли. Они больше говорят, а не замалчивают, как хотели бы, может быть, того люди, инициировавшие декоммунизацию. И поэтому мы взяли в качестве такого кейс-стадии Ленина на бульваре Шевченко, вернее, оставшийся от него пустой постамент. И за последние полтора года фактически сделали четыре временных инсталляции на этом месте. Для нас очень важно было, что это временные такие художественные интервенции, поскольку мы не претендовали ни в коем случае на то, чтобы предложить какое-то постоянное решение, какой-то памятник, который бы там остался навсегда. А как раз наоборот хотели показать, что с этими довольно странными, пустыми такими дырками на теле города можно работать и по-другому, с помощью современного искусства, привлекая художников. И у нас было, как я уже сказала, у нас было четыре таких инсталляции, две сделанные художницами из Мексики. Это такое совершеннейшее случайность и совпадение, поскольку один из проектов вообще выбран был народным голосованием. Один проект был сделан румынским художником Мануэлем Фельмушем и один проект иранским художником Махмудом Бакши. Все они были очень разные по своей природе, но, как мне кажется, самое главное показывали, что а, что коммеморация может быть более гибкой, что не обязательно, чтобы это был мраморный или бронзовый памятник, фигуративный, воздвигнутый на века, б, что могут быть разные способы взаимодействия с этим пространством, и что мы можем, как жители города, участвовать в принятии решений, касающихся того, что там должно быть. И мы проводили также еще соцопросы, сопровождающие эти инсталляции, и выяснили, что люди не хотят видеть это место пустым, они все-таки хотели бы чем-то его занять. И вот это что-то ранжируется от лавочки с Wi-Fi, очень практичного решения, тот, наверное, чего не хватает в городе, до таких временных интервенций художественных или памятников, что тоже был очень популярный ответ, памятников героям АТО или героям Майдана. Я просто услышал, что в 6 вечера здесь будет открытие какого-то памятника. Просто хотел запечатлеть место, каким оно было до памятника нового, а потом уже увидеть. Я тут ожидал увидеть, скажем, экскаваторы, ожидал увидеть здесь, что еще, но технику в итоге не увидел. И я, в общем, пришел и думал, где же этот памятник? А потом я смотрю, люди просто сходятся и становятся, знаете, как в этой программе на новом канале суперинтуиция, типа угадай эту профессию людей. А потом лишь в конце я узнал, что это такой новый вид искусства. Мне кажется, что такие штуки нужны для того, чтобы ощутить город, в котором живешь, принимать участие в его развитии, принимать какие-то решения вместе с другими, поднимать какие-то проблемы, говорить о них. Мне нравится работать своим телом в городе, выходить из зоны комфорта, потому что ясно, что если ты что-то делаешь непонятное, на тебя обращают внимание. Некоторые люди проходили мимо и делали вид, что им все равно, но как бы глаза у них бегали с интересом. И мне кажется, это очень симптоматично, показывает общую ситуацию вообще к памятникам в Украине. То есть людям большинству все равно, но как бы если что-то происходит, то они обращают на это свой интерес. А в целом, как бы, такая абсолютная апатия и равнодушие. Ой, быть памятником взагалі дуже важко. Але це дуже прикольний досвід, бо... Ой, быть памятником вообще очень тяжело, но это очень прикольный опыт, потому что ты держишь какую-то позу и в какой-то момент отключаешься от того, что вокруг, ищешь баланс в себе и не замечаешь вообще того, что происходит. Такая своего рода медитация. Очень прикольно. И еще пытаешься почувствовать других участников и ощутить себя организмом вместе с ними. Какой-то також відчути себе організмом вместе с ними. Це дуже прикольно відчуваєшся. Це дуже прикольно. Чувствуєш, де у тебе є мышці, какая-то зв'язка или косточка, потому що, коли ти стоїш без движенья, она починає давати себе знати. Це дуже интересно, потому що ти отвлекаєшся, останавливаєшся, і дуже сильно слышим шум машин. Це був отдельний звук этого перформанса для мене. Такой фоновий шум. В какой-то момент ти абстрагуєшся от всіх мыслей, от ощущения в теле, от пози, от всього. І починаєш почувствувати все звуки, видеть все цвета. І це, наверное, таке уникальне полумедитативне состояние на физическом уровні. Коли перформанс завершався, теж було невероятне напрямі ближче к концу, тому що дуже боялся, що не почувствувати цей момент, коли потрібно завершати. Ну, по тому, я і по-последнім завершила. Я зараз сама замысловалась про те, що б я... Я зараз сама задумалась о тому, що я б хотела здесь увидеть. Даже придумала две идеи. Одна – це просто нічого, а другая – я б хотела здесь увидеть какое-то дерево, без нічого, без постаментов. Просто красивое дерево. Как-то так. Перед пам'ятником стоять ступеньки, по которым, скажем, інвалід чи кто-то, ну, кто нуждается в безбар'ерності, он би не мог здесь пройти, а сам пам'ятник для нього як бы вторичен. Мне кажется, що ключове в цьому місті – Это то, чтобы оно было сначала безбарьерным, а потом уже мы должны думать о том, что на постаменте. Это и урбанистический проект, и проект, связанный с идентификацией себя как горожанина, и политического животного, если угодно, и социального животного, который определяет свои пространства, свое тело, свое поведение. Очень интересное замечание одной девушки, как трудно работать со своим телом. По сути дела, это был большой перформанс, он целые сутки длился. Ну, то есть день сколько это было, Александр? Пару часов, да. Там просто свет меняется, и такое ощущение, что это прям поднято. Вечером в сумерках началось. Ну, они сначала репетировали, на самом деле, у нас на территории, накануне. Были репетиции, они много осуждались. Кто захотел, вот кто эти люди, которые в этом принимают участие, объявили, что был нам желающий, да, кто хочет. И там были художники, перформансисты, которые занимаются так или иначе подобными телесными практиками. Ну, были ребята, которые из урбанистической среды. Ну, вот там была Дарина Пирогова, которая, она социолог, и она занимается всякими урбанистическими тоже вопросами. Там был Дмитрий Чапурной, который у нас работает в проекте «Донбасские студии». То есть, в принципе, это были художники и культурологи, условно говоря. Для изоляции такая работа со сложными темами и со сложными контекстами для нынешней изоляции, в принципе, является ядром. И, ну, если говорить о публичном пространстве, у нас был еще один довольно тоже такой сложный проект этой весной с датскими художницами, которые предложили серию плакатов для билбордов и сетилайтов в Киеве. И, несмотря, как мне кажется, на их такой достаточно простой и открытый месседж, который эти плакаты несли, потому что фактически это было, я пишу в двух словах, это была такая акварельная такая картинка, в которой цвета украинского флага сливались в такой зеленый, очень красивый изумрудно-зеленый цвет. Цвет надежды во многих культурах. И они были дополнены фразами, очень простыми, апеллирующими, наверное, к таким универсальным человеческим ценностям, о том, что наша сила в единстве, что мы должны искать точки соприкосновения. Собственно, это было название проекта «Точки соприкосновения». Но что интересно, главный фидбэк, который мы получили от комьюнити, это не содержание проекта, а то, где он был размещен, потому что мы знаем не очень позитивное отношение у всех и довольно оправданно к носителям наружной рекламы. И это, в общем, было главным камнем преткновения в этом проекте, что для нас тоже невероятно важно и интересно. И мы, конечно, хотели бы продолжить работать в этом направлении и эту дискуссию вывести на следующий уровень, потому что мы видим, что сейчас городские власти активно меняют политику, связанную с наружной рекламой. И это, в общем, тоже достаточно острый вопрос. Может быть, не столько идеологический, но с точки зрения того, о чем вы сказали, как жителя полиса, как того, кто может или не может принимать решение. Заговорила Катерина про то, что сейчас платформа изоляции заходит в украинские регионы, о донбасских студиях заговорили. Кто подробнее может об этом рассказать? Это как это... Можете, да, Александр? То есть это работа с восточными украинскими регионами, я правильно понимаю? Как это выглядит сейчас? Ну, нужно сказать, что изначально, когда изоляция переехала в Киев, было решено, что мы не теряем связь с Донбассом, и мы продолжаем делать проекты, которые связаны с Донбассом. И это связано не только с историей изоляции, но также и с тем, что в украинском обществе по-прежнему существует очень много стереотипов про Донбасс. И поэтому очень важно... Один из них я уже упомянула в самом начале, что это отсталый с точки зрения социальной, депрессивный с точки зрения экономики, промышленный регион, находящийся в упадке, где не могло быть места ненормальному университету, ненормальным институциям современного искусства, что, как мы знаем, совершенно неправда. Я знаю массу людей из Донецкого университета, которые, в общем-то, тоже выехали в основном оттуда, ну и так далее. Да, и достаточно мало на самом деле существует и существовало, во всяком случае, еще 10 лет назад, таких хороших исследований исторических и культурологических, социологических о Донбассе, о боевой истории, как вообще все это зарождалось в 20-30-е годы, когда началось массовое заселение региона вместе с индустриализацией. И очень мало было известно про вообще украинское, роль украинского населения там, которое всегда там было. Про мультикультурность Донбасса мало говорили. И мы поэтому инициировали вот этот проект, который называется «Донбасские студии». Это проект прежде всего научный, академический, то есть мы искали финансирование на то, чтобы делать исследования как раз по истории, по социологии. И за это время мы выпустили два сборника. Первый сборник, который был сделан при поддержке фонда Генриха Биоля в Украине, был посвящен гендерному вопросу. Он исследовал как раз историю женщин на Донбассе вот в течение 20 века. Второй сборник, вышедший в том году, был посвящен Донецку в первую очередь. Он называется «Первая линия». И это чуть более такой широкий тематический сборник. То есть там статьи на разную тематику. Там и про социальные процессы, которые происходили вот за последние 25 лет в регионе, про урбанистический срез. И мы продолжаем заниматься этим. У нас есть, по сути, два проекта, связанных с Востоком Украины. Один — это «Донбасские студии», а другой называется «Смена». И «Смена» — это проект, который направлен на города Донбасса, которые не оккупированы. Начинался он с трех больших городов — Мариуполь, Краматорский, Славянск. Это началось в 2015 году. И мы там сделали серию. В основном это были художественные интервенции, всякие культурные события, чтобы как-то, во-первых, привлечь внимание к этим городам. И, во-вторых, вообще изначальная идея была в том, чтобы прийти к этим людям там и сказать, что мы с вами, мы вас не покидаем. Потому что было такое ощущение в какой-то момент, когда эти города захватывали, потом их отвоевывали. Была очень действительно сложная ситуация. И изоляции было важно показать, что вот мы переехали в Киев, но мы остаемся с вами. В прошлом году начался второй этап этого проекта в четырех малых городах Донецкой и Луганской области. Это Покровск, Бахмут в Донецкой области и Лисичанск и Старобельск в Луганской области. Этот новый уже этап проекта «Смена» направлен на то, чтобы изучать опыт трех вот этих более крупных городов, в том числе наш опыт в этих городах, и каким-то образом передавать его более малым городам, работать с местным сообществом, пытаясь как-то их сориентировать, как можно формировать проекты, как можно формировать в принципе свои пожелания, что они хотят изменить, и дальше получать на это финансирование. Потому что, к счастью, сейчас существует достаточно много международных доноров, которые готовы вкладывать деньги именно в эти города. Но очень часто среди местного населения не всегда есть понимание, как это делать, как пишутся гранты и так далее. И мы с ними делимся этим опытом. Но вот в частности, в рамках этого проекта «Смены» мы также провели исследование. Шесть исследователей как раз поехали в Краматорск, Славянск и Мариуполь, чтобы изучить, как изменилась ситуация в этих городах за последние четыре года, как изменилась культурная ситуация, как изменилась ситуация с правами человека, с деятельностью ГО, НГО в этом регионе. И, собственно, вот они сейчас уже выпустили результаты этих исследований, они доступны на нашем сайте донбасских студий. То есть, таким образом, проект «Смена» он как бы очень тесно переплетается уже с донбасскими студиями. Хотя изначально это были, в принципе, два отдельных проекта. Донбасские студии — это строго научная, как бы, часть, а «Смена» — это более такая активное взаимодействие с людьми, это реализация каких-то очень конкретных проектов. Важной частью смены вообще была помощь вот развития культурных проектов и вообще проектов, которые инициировали местные активисты в городах, поскольку после начала войны очень много людей в регионах поняли свою ответственность за то, что происходит. Я не имею в виду за военные действия, я имею в виду ответственность за свою жизнь, за свой город, и они стали хотеть что-то изменить. То есть, возникло много культурных центров, люди стали собираться, находить места, делать там многие проекты, но они действительно не знали, что с этим делать и куда дальше двигаться. И мы в рамках этого проекта даже привозили много специалистов из Запада, которые имеют похожий опыт. И, например, у нас были люди дискультурных центров в Северной Ирландии, которые там уже на протяжении 20 лет при помощи культуры борются с противостоянием в северо-ирландском обществе, и которые в 90-х были в очень похожей ситуации, что не было ни финансирования, ни поддержки, никому не было понятно, чем это нужно, они могли спокойно уехать и жить там в Лондоне или в Дублине, и жить в мире спокойствии. И все эти вопросы, которые были вот в 2014, 2015, 2016 году у местных активистов на Востоке, они, люди уже прошли, и у них были какие-то ответы, какие-то подсказки. И, конечно, не только это, но в том числе это стало таким катализом того, что очень много новых культурных центров возникло после этого на Востоке. Друзья, я хочу поговорить, во-первых, вспомнить о таком вашем громком и фактически скандальном проекте в 2015 году на медицианском бигинале, когда, ну это тоже была своего рода художественная интервенция, я считаю, такой перформанс, когда предлагалась такая партизанская, что ли, акция, раздаются жилеты в стиле милитари с хэштегом на каникулах, on vacation, ну это отсылает к зеленым человечкам и к интервенции в Крыму, к аннексии Крыма и предлагали фотографироваться в этих жилетах в павильонах страны-оккупанта. Я правильно изложила? Да, да. Это была совершенно пиратская акция. Мы напечатали наборы униформ, мы фактически подделали документы журналистов, чтобы нас спустили на превью Биеннале и раздавали униформу всем, кто был на превью, а поскольку это были самые там влиятельные люди, художники, журналисты, которые арт-критики, и эта акция сразу получила очень большую огласку, да, там были и репортажи в New York Times, и в The Guardian, и The Vice сделали про него большой материал, и, конечно, это привлекло очень много внимания к событиям в Украине. И здесь важно тоже отметить, что эта история была важна, потому что мы не говорили напрямую об Украине, мы не говорили напрямую, что вот там нас захватили и так далее, потому что людям было бы это неинтересно, да, они говорили, ну там Украина, что-то они хотят от нас, но мы апеллировали непосредственно к тем странам, которые считают других оккупантами, то есть они могли выбирать любую страну. Есть у нас еще одно видео ваше, которое посвящается, ну, такому проекту архитектуры Украины за линией фронта. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok проект architecture ukraine это был проект резиденции и нужно сказать что изоляция вообще своей одним из таких важных направлений деятельности считает резиденции резиденции для художников до приезжает на какое-то время имеет возможность работать на месте и выдает какой-то проект результате это это была тематическая резиденция в пятнадцатом году посвященная мариуполю там было 16 участников со всего мира то есть это была такая международная резиденция тоже участники они были из разных дисциплин там были архитекторы дизайнеры художники урбанисты но вообще общая направленность этого проекта была урбанистическая то есть они должны были приехать в мариуполь изучить как бы проблемы которые существуют а мариуполь это вот он был освобожден буквально пару месяцев если не меньше да и сидели прямо под канонадами то есть в это же время происходили бои и постоянно было слышно взрывы и в этой всей истории они должны были в принципе теми силами которые у них были они должны были идентифицировать как бы проблемы какие-то точечные которые возможно решить не какими-то глобальными решениями а как раз тем что называется к пунктура городская то есть когда находится какой-то очень точечная точечная проблема которую можно очень точечно небольшими ресурсами решить может еще какой-то любимый проект ваша пишите я расскажу может быть в нескольких словах важном проекте который мы делаем в этом году совместно с киев прайдом и он направлен на повышение видимости лгбт комьюнити украине с помощью с помощью современного искусства это такой для нас тоже очень интересный проект проект эксперимент потому что во первых мы работаем с институцией с организацией которая не является ни музеем не выставочным центром да это это киев прайд и мы говорим об очень важной проблеме проект этот состоит из нескольких этапов первым этапом была резиденция как здесь уже упоминал это важная часть нашей деятельности у нас было три украинских художника и несколько международных менторов которые их поддерживали на протяжении их резиденции проводили с ними различные воркшопы лекции дискуссии вторым этапом была реализация работы татьяны корнеевой собственно на самом киев прайде который вот совсем недавно прошел и также проект антона щаветко который он фотограф он снял очень интересную серию которую мы покажем в сентябре в изоляции и последняя последняя такая завершающая часть это будет инсталляция алексея салманова который тоже появится осенью в изоляции кроме этого есть еще большая образовательная программа периодически проходят лекции презентации на эту тему и пока хоть проект еще не завершён должна сказать что мы видим что это очень интересный и очень позитивный опыт и конечно хотели бы продолжать работать дальше в этом направлении я не говорю сейчас именно о лгбт но в целом о таких важных каких-то болевых точках общества которые с помощью искусства мы можем обсуждать и давать им может быть действительно больше больше видимости больше какого-то понимания у людей миша у меня к вам последний вопрос коротко про айзон потому что до нее мы даже не нашли а это огромная часть работы проекта изоляция одна из целей ее существования было как раз развитие потенциала креативных индустрий креативного бизнеса в регионе поскольку как вы говорили уже что это высокоиндустриальный регион где все люди в основном работают на заводах или в предприятиях которые обслуживают заводы мы хотели показать что есть другие варианты что люди могут работать каких-то творческих профессиях которые традиционно на донбассе не считались правильной работой ты не работаешь на заводе у тебя нет правильной профессии и мы этим занимались долгое время в донецке и когда мы переехали в киев мы решили что нужно посетить этому отдельное вообще здание отдельный проект где мы будем поддерживать художников дизайнеров всех людей которые занимаются креативными креативным бизнесом по сути креативными индустриями для этого мы создали coworking для этого мы делаем разные образовательные программы делаем конкурсы стартапов креативных и поддерживаем людей которые занимаются похожими вещами у себя у нас есть студии где они могут реализовать свои проекты и вот это вот это все в принципе есть из айзон сейчас есть большая программа европейского союза которые реализуются в разных странах по превращению старых индустриальных помещений не просто в культурные центры а в местах которые обучают людей и дают им работу это вот коворкинги это разные креативные хабы существует отдельная программа правительства шотландии которая реализует и очень успешно эти проекты на бывших заводах шотландских если мы говорим о примерах не европейского союза есть похожие программы например в сербии где тоже очень активно это происходит и мы надеемся что эту модель айзоны в киеве мы потом сможем использовать в малых городах на донбассе где люди точно также смогут своей своим творчеством работать на международном рынке сидя в авдеевке делать какие-то проекты для нью-йорка получать такие же деньги это на самом деле большой большое спасение для региона и возможности его развития коллеги огромное спасибо за этот рассказ михаил глубокий директор по развитию айзон платформа изоляция александр виноградов менеджер по коммуникациям арт-центра изоляции и ксирина филюк арт-критика куратор художественных программ изоляции я бы сказала что программа будет называться изоляция не в изгнании изоляция в послании как говорила синайя гиппиусе себе мы не в изгнании мы в послании о платформе культурных инициатив изоляция в донецке и киеве мы сегодня говорили в киевской студии радио свободы вела программу елена фанайло имя и имя имя и